Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Сегодня, дорогие мои, кто празднует сегодня праздник христианский, я поздравляю. Кто ещё держит пост и впереди будет праздновать этот праздник, я поздравлю позже. Но неважно, неважно, главное то, что Христос воскрес. И Пасха – это главное торжество года. Христиане празднуют воскрешение Иисуса Христа, которое символизирует победу жизни над смертью. Мы знаем, что яйца – это как символ новой жизни и воскрешения Господня. Конечно, много цветов, благоуханий. Главный христианский праздник. Конечно, он уходит корнями Ветхий Завет. Одна из книг Библии, там рассказывающая о событиях до рождения Иисуса Христа. И связан с освобождением евреев из египетского рабства. Бог направил к невольникам Моисея и его брата. Тот обратился к египетскому фараону с просьбой освободить еврейский народ. Правитель отказал Моисея, так как не верил в Бога, а поклонялся колдунам. Чтобы доказать существование и могущество Господню на египетский народ, были посланы страшные страдания. Но фараон оставался непреклонен. Тогда Господь решил послать последнюю казнь на египтян. Умертвить всех первенцев. От человека до скота. А евреи, чтобы избежать кары, должны были помазать косяки и перекладины дверей своих домов кровью Агнца. Вот тогда ягнёнка. Агнц, который был заклан в жертву Богу. Вот откуда идёт ещё этот исток. В тот страшный день ангел-губитель обошёл каждый дом в Египте. И забрал жизнь всех первенцев, но прошёл мимо еврейских жилищ, чьи двери были помазаны кровью пасхального Агнца. День тот был назван Пасха от еврейского слова Песах, что означает миновать, пройти мимо. А вот в Новом Завете, это вторая часть Библии, книги, рассказывающие о событиях после рождения Спасителя, суть Пасхи – это вечная жизнь через веру в восхрешение Иисуса Христа. Вот наш Агнец, чьей кровью мы помазаны, вот наши косяки помазаны. Мы помазаны и спасены, чья смерть символизировала искупление грехов всего человечества. Через чью кровь мы можем покаяться, который спас нас и который ходатайствует за нас пред Господом. Исполнился пророческий смысл. Мессия, словно Агнец, спас народ через пролитие своей крови. Никто больше не пролил кровь за нас, чтобы спасти нас, очистить своей кровью от грехов, как только Он. В православии и в других конфессиях там выбирают, Пасха празднуется позже, чем в западной части. Но это не важно, потому что даты Пасхи у католиков, православных, у других конфессий определяются разными календарями просто. Где-то примерно в это время все это знают. А точной даты никогда не было известно. Используют старый юлианский календарь, а католическое и протестантское – григорианский календарь. Это не играет роли. В 2024 году католическая протестантская Пасха тоже празднуется 31 марта. А православные отмечают праздник 5 мая. Это не играет роль. Играет роль то, что это великий праздник. Великий праздник. И я хочу вам сказать, что Бог, Он нас всех настолько полюбил, что не пожалел своего сына и отдал, как Агнца, кровью очистить все наши грехи. Через Христа мы Его дети. Мы стали Его детьми, а значит, сонаследниками Христу. Я вас поздравляю, все мои братья и сестры во Христе. Я вас поздравляю. Я говорю, Бог настолько полюбил нас. Так вот, и я говорю вам, полюбите друг друга. Христос оставил нам заповедь. Люби ближнего своего, как самого себя. Как самого себя. Все, что не от любви, не по любви, это не от Бога. От Бога только любовь осталась нам. Вот то, что нам заповедал и оставил Господь. Любовь. Я люблю вас. Пусть Бог благословит вас обильно во всех сферах жизни. Еще раз. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Дорогие мои, я вас люблю.